Кировск на несколько дней стал площадкой третьего молодежного форума «Этно-Мурман». В городском дворце культуры встретились лидеры национальных диаспор, автономии, общественных организаций из городов и поселков Кольского Заполярья. Студенты и молодые специалисты отвечали на вопросы этнографического диктанта, рассказывали об особенностях национальных костюмов, генерировали идеи для авторских проектов. В яркий калейдоскоп культур окунулась съемочная группа Народного. Итак, положите ладони на спину стоящего впереди человека. Это фаза А – шоу ветра. Знакомство участников форума началось с создания шелеста листвы на спине соседа и дружеской баталии бумажными снежками. Увлекательные тематические игры подготовили специалисты Центра народов Севера. Не только с целью создать доверительную атмосферу, но и донести важную информацию. Та информация, которую хотели бы получить молодые люди от 18 до 35, проживающие в Мурманской области. Почему этнофорум? Потому что он объединяет молодежь разных национальностей. Зинаида Маркова из Лавозера «Коренная самка». На выставку национальных северных костюмов девушка пришла в наряде, который для нее сшила мама и в котором каждый узор имеет свое значение. Шамшура – это женский головной убор, замужние женщины. Это вот солнце обозначается. У нас все узоры что-то означают. Какой-то узор есть семейный. Игры, этноярмарка, лидерские тренинги, мастер-классы, экскурсии и не только. Участники форума делились своими идеями. Рассказывали о проектах, которые хотят воплотить в жизнь. Я составила уже программу и ребята заинтересовались. И сказали, что мы будем в этом направлении работать. Исторические моменты. Здесь и кухня будет, старинная кухня. Участники молодежного форума уверены, без знаний истории и национальных корней нет будущего. Именно поэтому так важно принимать опыт наставников, делиться им друг с другом. И этнофорум для этого – самая подходящая площадка.